Вот уже два десятка лет мужественный спортивного телосложения актер, профессионально выполняющий сложные трюки без дублеров Константин Соловьев, привлекает внимание не только кинорежиссеров. Накачанный брутальный мачо также заставляет учащенно биться миллионы женских сердец. Казалось бы, что в личной жизни востребованного актера и желанного мужчины должно быть все так, как в фильмах с его участием. Но, увы, не сложилось. Судьба преподнесла 46-летнему актеру любовные лабиринты и зигзаги жизненных дорог. Константин с юных лет, явно страдающий юношеским максимализмом, был одержим идеей стать супергероем, спасающим землю от мирового зла. Поэтому в свое время и пытался получить профессию то медика, то милиционера. Но так сложилось, что свою юношескую мечту ему пришлось воплощать с помощью своих героев на экране. По словам актера, он на сей день мечтает сыграть русского богатыря, большого и сильного, такого, как Илья Муромец. Благо, фактура позволяет. Поэтому недаром Соловьева чаще всего режиссеры приглашают исполнять роли бойцов, военных или охранников. Но, как ни странно, в реальной жизни его характеризуют, как спокойного и надежного, не теряющего самобладания мужчину. Про таких говорят, за ним, как за каменной стеной. И что любопытно, ведь так было не всегда. Ему пришлось пройти путь становления от трудного подростка-хулигана до того, каковым является на сегодняшний день. Коренной москвич Константин Соловьев родился в 1974 году. Его отец милиционер, дослужившийся до звания подполковника, а мама инженер-железнодорожник. Чего греха таить, Костя в детстве был очень трудным ребенком. Много времени проводя на улице, он постоянно участвовал во всех уличных потасовках, дрался со сверстниками и ребятами постарше. К тому же малолетний хулиган безбожно прогуливал уроки. А еще очень любил играть в футбол. И когда подрост, начал искать, в каком виде спорта всерьез применить свои силы. Сколько себя помню, всегда занимался спортом. Перепробовал массу всего. Самбо, тяжелую и плавание, фехтование, верховую езду. А когда за мое необузданное поведение в школе встал вопрос об отчислении, меня спасло то, что я записался в спортивный клуб по тяжелой атлетике. Там из меня сделали человека, вспоминал позже Константин. Именно там он смог направить свою неуемную энергию в нужное русло. Бросил курить, стал сильным и волевым юношей. Учителя и вовсе вздохнули с облегчением, когда Соловьев после восьмого класса решил уйти из школы. Он подал документы в медицинское училище. Думал, что станет сначала медбратом, затем врачом и будет помогать людям. Но вскоре поняв, что эта профессия абсолютно не его, решил переориентироваться. В этот раз Соловьев-младший, подумав поддержать династию, отправился по стопам отца. Поступил в высшую школу милиции. Хотел быть следователем, раскрывать преступления, защищать народ. Однако и здесь продержался лишь два года. Бросил. Пришло четкое осознание, снова не то. И вот тогда Константин, наконец, послушав свою старшую сестру, нашел себя в профессии актера. Она постоянно ему утвердила, с такой фактурной внешностью попробуй стать артистом. Однако первый блин оказался комом. Он с треском провалил вступительные экзамены. Зато в это время он познакомился с Марииной Голубь, которая и занялась его подготовкой в театральный вуз к следующему году. На этот раз мускулистому красавцу с изысканными чертами лица и ростом под два метра отворились двери четырех театральных вузов Москвы. Щукинское театральное училище, МХАТ, ГИТИС и ВГИК. Выбрал Константин Щукинское. Тогда я был самый старший на курсе. Приходилось тяжело, но я наконец-то почувствовал, что нашел себя. Хотел работать 24 часа в сутки. Я счастлив был быть актером, говорил он. Уже с третьего курса фактурного студента приглашают работать на сцене Вахтанговского театра. Свою первую роль в кино Константин получил, когда был уже на последнем курсе. Сыграл в сериале о будущих журналистах. Будем знакомы. В 1999 году окончил факультет актерского мастерства и теперь за 20 лет творческой карьеры за плечами популярного артиста более 100 кинопроектов, а также немало сыгранных театральных ролей. Правда, вскоре из театра актеру пришлось уйти в связи с женитьбой и отъездом в Америку. Что любопытно, начинал Константин в кино как каскадер, будучи еще второкурсником. Он отработал каскадерскую роль в картине «Черный океан». В 2000 году сыграл свою первую серьезную роль. Картина в августе 1944 дала Соловьеву успешный старт в большое кино. Первая главная роль актера – хирург Сергей Назаров в мелодраме «Летний дождь». После съемок в этом сериале актерская карьера Соловьева резко пошла в гору. На него буквально посыпались многочисленные предложения от режиссеров. В короткий срок он снялся во множестве картин, отмеченных российским зрителем. «Кодекс чести», «Обреченная стать звездой», «Не родись красивой», «Солдаты», «Бригада», «Ростов-папа», «Остановка по требованию», «Марш турецкого», «Моросейка-12» и других. В последнее время актер очень востребован. И продолжая сниматься в любимом своем амплуа, Соловьев едва успевает перекочевывать из сериала в сериал. К примеру, недавно актер перевоплощался в майора спецгруппы УСБ Влада Соколова в сериале «Другой майор Соколов». И параллельно в «Герою любовника» в мелодраме «Не говори мне о нем». И если на экране Константин Соловьев практически всегда супергерой, то в личной жизни его таковым назвать довольно сложно. О нем уж сколько лет ходят немало слухов, причем далеко не лицеприятных. В них довольно сложно разобраться, и тем не менее обо всем по порядку. Так, учась еще в театральном училище, Константин встретил свою первую жену. Ею стала американка Селин Барон. В Россию девушку звали Инной. Она была сокурсницей Константина, и встреча стала для Константина судьбоносной. Она с первого взгляда покорила сердце мачо, за которым буквально млели обитуренки всего училища. А тем временем двухметровый красавец потерял голову и по уши влюбился в стройную красивую иностранку с длинными роскошными волосами. После окончания вуза возлюбленная Константина уехала к себе на родину, в Штаты. А 25-летний актер, проработав некоторое время в театре Вахтангова, решил уйти в свободное плавание, и последовал след за Селиной. Там пара официально расписалась, и для Константина начались суровые будни на чужбине. Это была настоящая школа выживания для русского актера. Не зная языка, он пытался пробиться в кино, но карьера в Голливуде не задалась. Хотя справедливости ради нужно отметить, что Соловьёву всё-таки удалось поучаствовать в нескольких американских проектах. Нужно отдать должное его волевому характеру и фактурной внешности. «Когда я ходил на кастинги, постоянно доказывал, что не пустышка, но там даже на крошечную роль пробуются 10 человек. Нужно быть как Шварценеггер, личностью, тогда выстрелишь. Там и прошёл курс взросления», — говорит Константин. «Когда приехал, не было ни друзей, ни денег, ни языка». Поэтому, чтобы обеспечить достойное существование своей семье, Соловьёв устроился фитнес-тренером крупного клуба. Между тем, актёр частенько начал ездить в Россию. И не только, чтобы навестить родителей и друзей, а сняться в кино в той или иной роли. Востребованность артиста на родине привела к тому, что жизнь на две страны и гостевой брак с Селин оказались несовместимыми для их семьи. И спустя почти 10 лет совместной жизни они расстались. С детьми у пары не сложилось, да и, по словам актёра, сильно различались его с женой менталитет и взгляды на жизнь. Как это странно не прозвучит, вторую свою жену Соловьёв найдёт незадолго до развода всё в той же Америке. Дочь российского дипломата Евгения Охрименко много лет жила со своей семьёй в США. Когда Женя и Костя впервые увиделись, она была студенткой Национальной академии актёрского искусства. Училась мастерству у знаменитого мэтра Энтони Хопкинса. Правда, это тогда нельзя было назвать началом отношений, скорее общением соотечественников на чужбине. Встретились они в России, когда оба оказались на одной съёмочной площадке сериала «Кружево». Эта встреча оказалась судьбоносной для обоих, и они сразу почувствовали это. Однако искра страсти между ними проскочила гораздо позже, во время съёмок фильма «Однажды будет любовь». Совместная работа очень сблизила Евгению и Константину, и в 2009 году Соловьёв и Охрименко официально зарегистрировали свой брак. Евгения переехала в Россию, хотя её родители по-прежнему оставались в Америке. Спустя некоторое время в их семье произошло важное событие – они стали родителями. О рождении наследника актёр мечтал уже очень давно, поэтому его радости не было предела. А почти через 4 года у маленького Даниила появился братик Тимофей, ставший для Константина настоящим подарком. Жена родила второго ребёнка в день рождения мужа, 28 января, который лично присутствовал при его рождении, морально поддерживая супругу. Однако то, что произошло через 3 месяца после рождения второго ребёнка, для Евгении было словно гром среди ясного неба. Константин неожиданно ушёл из семьи. Как оказалось, брутальный матч вновь влюбился. Разрыв семейных отношений прошёл тяжело, особенно для Евгении. До сих пор между ними осталось немало нерешённых проблем и обид. У актёра двое сыновей от второго брака, которые после развода живут с мамой в Америке. Но самое ошеломительное в этой истории то, что после развода дети Константина Соловьёва были вычеркнуты им из его биографии. Он открыто отрёкся от них, заявив, что сыновья не от него. Это выглядит действительно странно, ведь в качестве супруга Константин лично присутствовал при их рождении. Как сейчас говорит сам актёр, они с бывшей супругой, не узнав друг друга лучше, быстро поженились. Именно это и стало роковой ошибкой. Он предпочитает не вспоминать, что когда-то был женат на Хременко, утверждая, что вся эта история – грамотно продуманный пиар-ход. Действительно странная история, если учесть, что старший сын актёра был рождён в 2010 году, а дочь от третьего брака Лиза в 2011 году. Бывшая жена Евгения после развода упорно распускала слухи, что Лиза не дочь её мужа, и что Соловьёв удочерил ребёнка своей возлюбленной. Но и здесь неувязочка вышла. Знакомство с настоящей супругой актёра Анастасией Лариной состоялось именно в 2011 году в Питере во время съёмок сериала «Литейный». И у неё до встречи с Константином никакого ребёнка не было. И что любопытно, этот факт ни актёр, ни его нынешняя супруга не комментируют. Впрочем, как и много чего другого, ограждая свою семью от людского любопытства и сплетни. Третьей женой Константина Соловьёва стала Анастасия Ларина. Она профессиональный хореограф, младший мужа на 15 лет. С Настей артист познакомился на съёмочной площадке сериала «Литейный» в 2011 году, куда девушка устроилась на ассистентом кастинг-продюсера, сразу после окончания Санкт-Петербургского вуза. Анастасия была очарована симпатичным брутальным актёром и сразу же влюбилась в него. Соловьёв и сам заприметил симпатичную новенькую на площадке. Вскоре они оба поняли, что их отношения вышли за рамки рабочих и переросли в романтические. Хотя на площадке пара не афишировала своих чувств, коллеги заметили накал чувств и подшучивали над актёром. Тот лишь отмахивался и всё сильнее прикипал душой к Насте. Позже он признавался, что с первого взгляда понял Анастасия его женщина. Пока снимали сериал, Соловьёв мотался между Питером и Москвой, где жила его семья. А потом Настя перебралась в Москву. Пройдёт время, и актёр заявит, я решил, что теперь ты будешь Анастасией Соловьёвой, станешь моей женой. В 2014 году влюблённые расписались и по сей день счастливы вместе. Позапрошлым году жена родила актёру ещё одну дочь. Соловьёв во всех интервью говорит, что очень счастлив в своём третьем браке. Он регулярно выкладывает фото с женой и дочками в интернете на своей страничке. «Для меня понятие дома и семьи неотделимы. Где мои девочки, где им хорошо, там мой дом. После работы бегу домой, лечу, чтобы обнять и расцеловать моих любимых», – говорит он. Непонятным остаётся только то, по какой причине актёр не хочет общаться с сыновьями. Возможно, воссоединение отца и сыновей произойдёт после того, как они вырастут.